Значит, садитесь по воду мне. Нужно обязательно те идеи, которые вам приходят во время изучения Тора, или вам что-то понравилось, или вы что-то хотите проверить. Вот изучение Тора, в нем есть такой нюанс, что нужно изучать Тору с недоверием. Если что-то не сходится с вашими какими-то представлениями о жизни, о мире, знаниями, нужно проверять. Сейчас здесь очень легко проверять. GPT-чат, он как раз дает доступ ко всем, ну вообще ко всему знанию, которое есть в мире. Это настолько стало удобно все проверять, что просто не вообще удивительно, как стало удобно. Мы заканчиваем уже изучение книги «Пути праведников», так как мы стали большими праведниками уже больше, чем раньше. Во всяком случае, я уверен, что каждый, кто постоянно ходит на уроки, он продвигается в праведности. И получается, что чем больше ты праведник, тем ближе ты ко Всевышнему. Чем ближе ты ко Всевышнему, тем большая сила у твоих молитв. Поэтому сейчас можно самое время как раз попросить, поблагодарить Всевышнего, за что это сказать спасибо Всевышний, что и каждый для себя может сразу сказать сотни вообще благодарностей за то, что у вас есть. После благодарности сказать Всевышний, я так тебе благодарен, так тебя люблю, но мне бы вот если бы ты еще добавил чуть-чуть, и у каждого есть чего добавить, чего хочется добавить, у каждого есть. Будем добавлять, будем добавлять. Если шафара нету, то весь мир это шафар Всевышнего. То есть то, что... А, если в Рошашина нет, это другой вопрос. Если в Рошашина нет шафара, нужно найти Бейт-Хаббат. В Хаббатнике всегда есть шафар, они всегда ходят, трубят, везде. То есть до Хаббатнике они поставили себе такую миссию, чтобы донести сигнал Торы до каждого. Вот нужно найти в ближайших Хаббат. Есть такая шутка, что везде, где есть Кока-Кола, есть Хаббат. И даже есть там, где нет Кока-Колы, там тоже есть Хаббат. Почему страх? Это очень важная вещь, мы уже поняли. Мы уже поняли, что страх это самая сильная эмоция, которая запрограммирована изначально в человеке. Поэтому нужно поменять все свои страхи на один страх перед Всевышним. Страх наказания, страх нарушить волю Всевышнего. И стремиться прийти к страху трепету. Трепет – это трепет перед величием Всевышнего, что вау, я вообще могу о Всевышнем говорить и вообще думать о нем, как-то с ним общаться, Торву изучать. Это удивительно. То есть это называется трепет. Дальше пишет автор этой книги, мы вчера остановились. А теперь я разъясню тебе понятие души, духа и понятие тонкой и высокой части души. Значит, есть в путоре, у души есть три этажа, можно сказать, или три разных проявления. Первое проявление – это называется нефеш. Это животная душа, ее еще называют. Это душа, которая соединяется с клетками, с материей. Да? Есть дух. На иврите это руах. Дух человека – это… Сейчас он объяснит нам, что это такое. Это как бы средний уровень души. И высший этаж, на русском они написали высокая, тонкая часть души, называется на иврите нешама. Душа, вот эта животная душа расположена в печени. Потому что от крови зависит присутствие души в теле. И вот эта вот животная душа, в ней запрограммирована программа, вся программа как бы управления живым телом запрограммирована в крови человека. Кровь переносит гормоны, там, например, человек начинает бежать, или там, например, он испугался. Что значит, он испугался? Баф, у него в кровь идет выплеск такой сразу, там, адреналина. И у него пошли все процессы, у него сердце забилось чаще. Там, ну, то есть пошли-пошли процессы. Или там он увидел, например, потенциального партнера для размножения противоположного пола. И он находится в периоде, когда размножение у него как раз возможно, да? Все, у него в кровь пошли сразу гормоны определенные. И у него прямо уже все или у нее. Ой, как, значит, сразу глаза заблестели, порозовела личико и так далее. Значит, вот эта вот душа, которая всем этим управляет, животная душа, то есть это программный код. Представляете, насколько это сложно, чтобы все это было синхронизировано, чтобы все это работало одновременно. Ну, это удивительная вся история. И, значит, это все находится в крови. А кровь, она, ну, печень, это один из самых производств крови важных органов. Вот эта животная душа, она желает, она создает вот эти вожделения. Есть и пить. Она обладает, вот эта животная душа, стремлением к соитию. Значит, мне очень нравится, вот, ну, нельзя использовать те грубые слова. По Тори человек не должен говорить вообще ничего негативного. И вот этот вот, когда матом вот эти все слова, которые обозначают суитие, это нельзя говорить. А суитие можно, красивое слово. Или еще, я помню, я был сейчас на Крите, проводил тренинг там для одной компании. И там был экскурсовод, грек, который жил долгое время в Харькове, 10 лет. И он проводил нам экскурсию там по Криту. И он говорит, в этом месте, ну, там не вместо соития, но он это называл красиво, еще более красиво, сочетались Зевс и там какая-то другая история. Они сочетались. И у них от этого сочетания появился ребенок. Так вот, вот эта вот животная душа человека, да, инстинктивная, она через кровь, в ней вложена программа, которая называется стремление к суитию, сочетанию. Почему? Потому что печень полна крови и вожделеет, насытит человека наслаждениями, удовольствиями и развлечениями. Это вот этот вот нефеш, животная душа. И вот отсюда мы можем сделать для себя такой вывод, что запрещено в иудаизме, вот когда говорят, что добавляют кровь христианских владельцев, это просто, я даже не знаю, кто мог это выдумать. Потому что по торе категорически строжайшим, жесточайшим образом запрещено употреблять кровь, любую кровь, в пищу под страхом коррект отсечения души, то есть смертная казнь по суду небес за употребление крови в пищу, в любой крови. Теперь, что из этого следует? Почему? Если программный кот находится в крови, человек выпил там, как чукчи, а не оленю в горло ножом пырнули, подставили и пьют кровь оленя. Так они и стали оленями после этого. То есть человек, который пьет кровь, он впускает свою кровь, всегда впускает в программу вот этого, того, чью кровь он пьет. Я видел когда-то еще дорелигиозной своей жизни, видел фильм документальный, как в Китае самая дорогая, значит, еда берут обезьяны живую, в стол зажимают ей голову и живу обезьяне разбивают голову и едят прям эти китайцы, ее мозг едят прям сыром, жуть вообще, просто страшнее фильма ужаса. Так, понятно, что китайцы, которые едят насекомых, вот этих обезьян, с ними тяжело, они как бы особенные такие, да, китайцы, поэтому полтора миллиарда, потому что они едят программный код насекомых, у них насекомые, это прямо они стараются есть насекомых, чтобы больше размножаться. Не чтобы больше размножаться, чтобы больше быть похожими на насекомых. Или корейцы, например, да, корейцы, только в этом году у них парламент запретил выращивание собак, так 2 миллиона собак на фермах у них было, да, 2 миллиона собак было на фермах, которые готовили под еду, а как по-корейски, по-корейски этих собак, они, ну, с древности ели, они их забивали палками до смерти и ели этих собак, у которых полная была собака, потом вот этого вот адреналина, который вырабатывается, и они, корейцы, были страшно агрессивны из-за этого, да. То есть, мы видим, что в животное, вот, кровь, например, рыб, а что рыбы? Вот Максим говорит, кровь рыб можно? Во-первых, кровь рыб как-то, ну, даже кто видел эту кровь рыб, это раз. Во-вторых, рыбы, что рыбы? Рыбы, по Торе нельзя есть хищных рыб. Хищные рыбы все вот эти вот, они запрещены к еде, у них нету, у которых чешуи плавниковых нельзя есть. Теперь про переливание крови, про переливание крови. Обычно кровь переливают по медицинским соображениям. И сохранение жизни отменяет все остальные запреты, кроме трех. Поэтому, естественно, для сохранения жизни можно переливать кровь. И опять же, какие свойства передаются? Передаются те же свойства, которые есть одинаково у всех людей. Евреи, не евреи, нет абсолютно никакой разницы. В крови у всех, и у евреев, и у неевреев, и есть животная душа, которая есть и у животных. Просто разные ее оттенки, да? И все равно любая кровь человека ведет к чувственным наслаждениям, вожделениям этого мира, стремлению к соитию, есть и пить, и так далее. И у любого, даже у первосвященника кровь, ну, она обладает те же программными свойствами, что и кровь какого-нибудь там, я не знаю, чукчеви, или там этого пигмея, или какого-нибудь еще человека. То есть кровь это животная душа. Дух, руах, это второй этаж, как бы в этой... То есть, получается, животная душа, у нее чисто такие вот, как сказать, физиологические потребности, и она управляет, животная душа управляет здоровьем, назовем это так. Да, все, что касается жизнедеятельности организма. Теперь дух, руах. Дух находится в сердце, пишет автор этой книги, и желает власти величия царствования, побуждая человеческое сердце гнаться за почестями. Поэтому гордыня называется высокомерие, и на иврите это гасуд аруах, грубость духа. Гордыня это грубость духа. То есть, теперь мы видим, что так, в печени это кровь, это животная душа. Дух, он находится в сердце, это намерение, это направление, и куда тянет человека это направление? Оно тянет его к величию, власть, почести, гордыне и так далее. И Нешама, Нешама это божественная душа, обладает мудростью и находится в мозгу, подобно царю, который в походе располагается среди армии и немного похожа на создателя. То есть, вот эта вот высшая, получается, божественная душа, Нешама, она как раз и есть проявление Всевышнего в человеке, но все вместе оно соединяется в одну такую пирамидку. На верхнем уровне это божественная душа, на среднем уровне это дух, и на нижнем уровне это животная душа. И вот этой вот высшей душе, отвратительные людские наслаждения, никчемность их развлечений, она размышляет и понимает. То есть, вот эта вот высшая душа, она размышляет, понимает, и все ее мысли направлены на трепетное служение Всевышнего. И вот эта вот высшая душа, высшая часть души, она думает о том, что будет, когда тело умрет и исчезнет. А она в чистоте вернется к тому, кто создал ее и вложил в тело. Дальше он пишет интересная такая метафора, то есть учитывайте, что это тысячи лет назад написано. Два господина у человека, и со смертью он освобождается от них. Как сказано в книге Йова, сказано так, малый и великий там, и раб свободен от господина своего. Два господина – это животная душа и дух человека, которые думают, вот эти нижние два этажа, которые думают о наслаждениях. Это животная душа, ей все время хочется насладиться, полежать, погреться, посоить, посочетаться, покушать и так далее. Есть дух, о чем думает дух, ну думает это как бы он запрограммирован на это, об увеличении капитала, все это вместе о еде, питье, веселье, об исполнении всего, чего желает сердце и того, что видят глаза, пустой болтани и об усложнении тела. То есть вот эти два нижних этажа, они человека ведут вот туда, что перечислено. А Нешама, вот эта высшая божественная душа, переворачивает эти мысли и говорит, что это дает человеку и какой ему толк от его труда, если в один момент тело его исчезает и нет его. Куда девается его хитрость, роскошь и красота. А если так, то нет иного блага, кроме служения Всевышнему и приближения к нему, чисто сердечно и с охотой ходить его путями, божественными путями. Значит, если душа и дух пересиливают, то есть если вот эта животная душа и дух человека пересиливают, то Нешама божественная душа слабеет, нет у нее сил выстоять против них. Поэтому занятый едой и питьем никогда не станет мудрым. А когда Нешама пересиливает дух и душу, тогда открываются ее глаза, чтобы понять мудрость высших. Поэтому Нешама должна ослаблять дух, от которого происходят гнивы и гордость, и душу животного, которое обладает вожделением. Когда Нешама пересиливает дух и животную часть мудростью, то она приводит к смирению. То есть на сегодня рациональный, рациональный, как ученые сейчас записывают мышление. Они говорят, почему-то у человека есть как бы три этажа в мозге, да. Этаж инстинктивный. Инстинктивный это как раз животная душа. Этаж эмоциональный, лимбическая система. И этаж рациональный, там где мысли, это неокортекс. И человек, который находится в неокортексе, да, он обучается, он рационально мыслит, он творит, он создает какие-то картины, там музыку может писать. То есть он как бы отрывается от своей животной сущности. И когда человек учит Тору, то есть он изучает Тору, запоминая и так далее, то у него что происходит? У него происходит, он усиливает вот этот свой рациональный мозг, он как бы свое я переносит в этот мир рацион. У животных тоже есть душа, животная душа, понятно, и дух, намерение. Так как животные вожделеют и злятся, как люди. Вот это очень интересно, да. То есть действительно, когда люди смотрят на животных, они видят в них часть себя, они с ними отождествляются. Действительно, у животных есть вот это вот намерение, дух, да, эмоциональная сфера. И у животных есть животная душа. Но у человека есть добавочная вот эта высшая душа, Нешама, которая говорит и различает между правдой и ложью. Со смертью тела умирает душа вожделения и душа духа. Вот эти два нижних этажа отмирают. Это как ракета, которая, когда она взлетает, у нее вначале сгорает одна ступень, но эта ступень поднимает ее выше, потом сгорает вторая ступень, и она выше взлетает. И дальше она, оп, вылетает туда в космос и летает уже, это уже высшая душа. Теперь, значит, со смертью тела умирает душа вожделения и душа духа, и остается высшая разумная Нешама, которая не умирает. И об этом сказано в Экклезиасте, в Куэлите, это следующая книга, которую мы будем учить, 12 глава, что дух вернется ко Всевышнему, который его дал. Это разумный дух, вот эта вот Нешама возвращается ко Всевышнему. А когда человек совершает преступление, то вот эта Нешама, она тоже умирает. То есть он преступлениями, он оставляет вот эту вот высшую божественную душу, он лишает ее подъемной силы. И когда человек совершает преступление, умирает Нешама его души, высшая часть, и Нешама его духа, как написано, преступная душа, Нефеш, она умрет. То есть все вот эта вот животная душа, она захватывает власть над высшими этажами, и потом, когда тело умирает, то она остается, и мне кажется, может быть, даже есть ад, это когда вот эта вот высшая душа, она остается привязанная к телу, вместе с телом гниет, и живет там в могиле, и все, но она не может, у нее нет подъемной силы подняться в духовный мир. Поэтому вот в Торе сказано, что когда есть наказание карет от отсечения души, то написано так, что, как Бог сказал, и я уничтожу Нефеш из среды ее народа. То есть животную душу эту я стираю. В другом, если написано, пропадет душа из среды ее народа, отсюда следует, что умирает Нефеш, именно животная душа. А после смерти злодея разумная душа мечтится, как в праще капа кела, за то, что слушала дух и животную душу. То есть получается, вот эта вот Нешама, она, самое страшное есть такое преступление, наказание, одно из самых страшных написано в Торе. Допустим, человек, он учил Тору и создал большую духовную силу у своей вот этой вот высшей души. Он создал подъемную силу, он реально обмолился, учился. Но потом он сделал разные преступления ради того, чтобы удовлетворить свою животную душу и для того, чтобы удовлетворить свой дух. И тогда, когда, получается, у него он создает такую вот ситуацию, в которой его высшая душа набралась подъемной силы, она заряженная такая, но она не может подняться в высшие миры из-за преступлений, на ней висят, как бы, такие вот тяжести, которые он создал своими преступлениями. И тогда написано, что наказание, которое получает, после смерти злодея разумная душа мечется, как в праще. Раньше были вот эти пращи, кидали там, раскручивали и кидали. Она не может, она как вот этот вот шарик мечется по вот этому миру, вот это вот, то есть она уже и погибнуть не может, потому что она набралась вот этой духовной силы, но и подняться туда не может. И вот эти непрекаянные души, они потом по этому миру, они мечутся, мечутся там долгое время. Есть такое наказание, называется капа кела. За что это происходит? За то, что слушала дух и животную душу. То есть она набралась силы, но всю эту силу она потратила на то, чтобы удовлетворить свою животную душу и свое вот это вот стремление к власти там или к чему-то. Когда умирает праведник, чья высшая разумная душа пересилила дух и животную душу, то его нишама, божественная душа, пребывает в црор ахаим, узле жизни под троном Всевышнего. Его тогда личность, самоопределение поднимается и заходит туда, где душа праведников, то есть в доброе, хорошее место, где праведники наслаждаются сядем Всевышнего. И глуп тот, кто слушал свою животную душу, потому что его нишама, его божественная душа уничтожится. А мудрец, слушавший высшую душу, свою нишама, которая была вложена в него от трона чести, то есть от Всевышнего вот эта часть, удостоится душа его сокровенного великого блага. Ну, давайте, ладно, еще пять минут, естественно, хорошо. Я вот думаю, заходите в следующее. Следующее – это просто очень важный такой кусочек, я думаю, у меня лично уже переполнилось, переполнилось. Знаете, как есть, компьютер пишет, что память переполнилась, да, уже некуда. То есть такие вещи, они, как бы, их вместить, воспринять, обдумать, и чтобы они встроились в модель мира, то человек же живет не в реальности, каждый человек живет в своей модели мира. Пяти органами чувств он воспринимает сигналы, да, которые идут от реального мира, видит, слышит, чувствует, да, тактильно запах и вкус. Это пять реальных каналов, через которые идет реальный сигнал из внешнего мира. Все остальное человек строит в своей голове, все его мысли, предположения, воспоминания, там, я не знаю, тревоги о будущем, еще о чем-то, это все его личное полностью индивидуальное, значит, индивидуальное кино, да, каждый живет, наберите, есть такое слово, атакай бессерет, ты живешь в фильме, то есть каждый живет в фильме, в своем, да, очень интересно, да, вообще, я просто сейчас под впечатлением, как вчера взорвались там эти три тысячи пейджеров у Хизбаллы, это просто, это просто взрывает мозг, то есть террористы, бандиты, армия, там, у них 30 тысяч всего солдат, из них 3 тысячи офицеров, и как это додумались, чтобы им пейджеры, самые там секретные, новейшие пейджеры, заказывает Иран для того, чтобы их подготовить к нападению на Израиль, это мне напомнило, как во время, когда Яншоа Бенун, они заходили в землю Израиля, Всевышний посылал ос, и вот эти канонейцы, да, которые здесь были, их осы кусали. Так вот, здесь вдруг за один момент, это чудо такое, да, 3 тысячи человек не пострадали, не бомбили эту Хизбаллу, ни мирные жители не пострадали, именно 3 тысячи террористов-бандитов у них взрываются в карманах меди-пейджеры, которые они специально использовали для того, чтобы, типа, их не отследили, чтобы телефонами не пользоваться. Это чудеса, это открытые чудеса, это на уровне вот 10 казней во время исхода из Едипта. То, что вчера произошло, это Всевышний делает конкретно открытые чудеса. Еще раз нам доказывает, что все наши предположения, все наши размышления о будущем, они не более, чем серед, фильм, в котором человек живет, и тот, кто живет в позитивном фильме, он верит, что вот в один момент завтра придет Машех и наступит уже самый веселый святой период в истории человечества. Кто-то, кто живет в негативном фильме, он говорит, не-не, завтра не Машех придет, завтра еще хуже что-то будет, да, то есть, но все живут в фильме. Теперь говорит автор этой книги, преклони же свое ухо, узнай и пойми, что Нешама, вот эта божественная душа, обитает она в сердце, значит, мудрецы называли сердцем все мышление. И это же место сердца, оно же место пребывания страха, потому что оттуда идут истоки мысли, то есть из сердца идут истоки мысли. Сердце – это подсознание современному языковому, или как бы, смотрите, там есть мысли, чувства, воспоминания, все это вместе мудрецы называли словом сердце. В нем, так как мышление – это высшая функция, и главное все-таки для человека – это вербальное описание того, что он чувствует. Так вот, значит, вот в этом вот вербальном описании главное – это божественная душа, которая и дает возможность мысли. Мысль поднимается и усиливается в глубинах сердца, подобно морским волнам. У человека в день из-под сознания в создание появляется 70 тысяч мыслей, ученых посчитали в среднем, от 50 до 80-ти. А он здесь тысячи лет назад, как пишет, что мысль поднимается и усиливается в глубинах сердца, подобно морским волнам. Почему именно эта мысль приходит человеку в голову? Человек не знает. Вот у меня, например, я работаю как коуч, у меня есть много клиентов. Не много, есть клиенты такие индивидуальные. Звонит и говорит, слушай, у меня вот такая ситуация, там все, там у него была потеря около миллиона долларов. Значит, он мне рассказывает, я говорю, слушай, ты же можешь делать вот так и так. Он такой вообще, ну, говорит, я попробую. И вот он мне сейчас пишет, говорит, смотри, у меня есть там, ну, его партнеры, там где-то очень был такой важный момент. Он говорит, вот никому в голову эта идея не пришла, а тебе пришла. То есть даже, ну, просто, он говорит, откуда? Я говорю, Иерусалимский оракул, я тоже учу, значит, вот она так пришла. Пишет автор этой книги, как он красиво это описывает. Мысль поднимается и усиливается в глубинах сердца, вначале в подсознании, подобно морским волнам. Божественная душа Нешама ищет и исследует, размышляет. То есть если этот процесс происходит внутри подсознания и наблюдает над всеми действиями и созданиями, и сердце в своей мудрости как бы уносится вдаль и охватывает своим взором многие вещи. То есть внутри у человека, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот, тут вскочила мысль одна, тут другая. Есть книга, называется «Мозг. Инструкция по применению». Очень современная такая книга. И в этой книге мышление сравнивается со сценой, на которой сознание это как сцена, на которой может выйти одновременно семь плюс-минус два актера. Это то, что проходит через сознание. Но в зрительном зале в подсознании и снаружи находится множество актеров, мыслей и так далее. И все они стремятся выскочить на эту сцену. И функция сознания это удерживать вот этих вот семь всего лишь единиц информации может удерживать сознание и не пускать остальное. Потому что остальное, оно туда прилетает вообще неизвестно как. А он пишет, что оно внутри там все происходит и поднимается как волны. В один быстротечный миг думает о том и об этом. Бежит и перескакивает от одного к другому. Создатель миров дал человеку мудрость и разум, обучив мудрости и знанию. И умудренный этой мудростью тот, кто понимает, как эта штука вся работает, помнит прошлое и предвосвещает будущее. Делает колеса и жернова, чтобы молоть зерно без труда. Умудренный этой мудростью собирает армии, ставит солдаты, снаряжает их, преуспевает в своем царстве, управляет страной, судит свой народ. То есть здесь он очень красиво, поэтично все это пишет и описывает столько видов человеческой деятельности, которые люди, откуда они умеют это делать. Умудренный этой мудростью ставит сети в глубоких реках и морях, ловит рыбу, которая опускается из глубины, ловит зверей в пустыне, заманивает силки птиц, летающих выше небес. Умудренный этой мудростью человек разгорается в элементах, составляющих тело, знает причины холода и тепла, сухости и влажности, понимает болезни тела и способы лечения. Знает, как искать лекарства, различает пользу веществ и хлеб, распознает корни и травы и виды плодов, холодные и теплые, влажные и сухие. Умеет поить тело целебными настоями, чтобы сохранять и укреплять его. Значит, он здесь пишет, что вот эта вот выдающаяся функция вот этой вот божественной души, она дает нам возможность делать все вот эти вот удивительные вещи в мире, которые отличают человека от животных. То есть, все, что здесь перечислено, корова делать не умеет. Корова умеет кушать, соите, она тоже знает, как сочетаться, корова умеет. И в общем-то все. Но очень интересно. Теперь, что у человека побеждает, что служит чему, это выбор. Или служит дух и животная душа, божественная душа. Или вот это мышление служит тому, чтобы обслуживать интересы животной души. Это как раз выбор человека, кто он. Или он животное, которое умеет разговаривать и знает хорошо, как найти себе пищу. Или он божественная душа, которая имеет тело, которая помогает выполнять заповеди Всевышнего для того, чтобы божественная душа набралась духовной силы и пошла к своему создателю вечную жизнь, выполнив свое высшее предназначение в этом мире. И мы с вами изучаем, как все-таки выполнить высшее предназначение в этом мире. Это называется система Тора. И спасибо Всевышнему, что дал нам возможность. Я думаю, что у каждого было стремление внутреннее привлечься ко Всевышнему. И вот таким образом вы попали на эти уроки. Спасибо тем, кто их организовывает, проводит. Спасибо всем, кто поддерживает. И с Божьей помощью, чтобы Всевышний дал нам заслугу того, чтобы учим Тору и стараемся выполнить его волю, узнать и выполнить его волю, чтобы он нам дал прекрасный год, чтобы был шалом внутри, шалом в отношениях и шалом в мире. Наступил наконец-то шалом в мире, чтобы все эти дикие насралы, они чтобы перестали, значит, портить нам настроение. А лучше пусть идут в кино, смотрят боевики, если им нравится воевать и дадут спокойно жить хорошим, добрым людям. Все, всем удачи, успехов, до завтра.